А вы в курсе, что на достройку проблемных домов в Краснодарском крае выделят полтора миллиарда рублей? Так на Кубани помогут обманутым дольщикам получить заветные квадратные метры. Уже подготовлены поправки в краевой закон, которые предусматривают финансирование для завершения строительства. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Новый механизм поддержки дольщиков на встрече с жителями региона обсудил губернатор Вениамин Кондратьев. Какие еще грядут изменения в борьбе с долгостроями, расскажем в нашем сюжете. Такие встречи в формате открытого диалога между дольщиками и краевой властью уже стали традиционными. Только так, по мнению главы региона, можно держать ситуацию с долевым строительством в крае на контроле. Те, кто остался без обещанных квадратных метров, приходят на встречу уже с подготовленными вопросами. Жилой комплекс «Алтайский» в Краснодаре должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016-м, но многоэтажки так и не довели до ума. Застройщики меняются только это, пока не приносит никакого результата. В этом вопросе позиция губернатора однозначна. Прежде чем брать на себя обязательства, строительная компания должна рассчитать свои силы. Любые действия должны приводить к результату, к разрешению этой проблемы, но не заведению еще в больший тупик. А когда вы беретесь, что-то им говорите, они еще загораются сильнее и не делаете, вы нас еще в большее подставляете. Поймите меня правильно. Поэтому если вы уже беретесь, берите и добивайтесь результатов. Либо не беритесь. Потому что, знаете, как у вас в бизнесе говорится, давайте договоримся на берегу. Договорились? Заходите, работайте. Нет, коллеги, да не обижайтесь. Некоторые из дольщиков будто оказались заведомо обмануты. Как пример ЖК «Наутилус», который планировалось возвести на улице Красной. Сама по себе идея построить высотку в самом центре исторического Краснодара была сомнительна. Зеленая зона должна быть открыта для граждан, уверен губернатор. ЖК «Наутилус» у нас плановый срок сдачи дома должен был быть в 2004 году. Решение здесь может только одно. Решение в интересах города. Вот место, про которое вы говорите, оно сегодня нужно горожанам, а не тем, кто благополучно поселится в этом высотном доме рядом с главной площадью Кубани и рядом с мэрией. Зеленый массив. Я не смогу смотреть. Да они. Я с вами абсолютно все раз. И еще раз подчеркиваю, жители города, они мне не простят то, что я говорю одно, а делаю другое. Вот невзирая ни на какие там возмущения, я понимаю вас. Это не место там этой высотки, но не место. С момента последней встречи прошло около двух месяцев и уже появились некоторые результаты. На объекты, которые раньше казались безнадежными, вот-вот начнет заходить техника. Дома, находящиеся в высокой степени готовности, будут достраивать при поддержке регионального бюджета. Уже подготовлены поправки в Краевой закон, который предусматривает выделение денег для завершения строительства. Так, на достройку проблемных объектов выделят полтора миллиарда рублей до три года. В случае принятия изменений в региональном законодательстве, уже в этом году субсидии получат четыре долгостроя. Это большой шаг для региона, ведь свои квартиры дождутся около 1200 человек. Форт Карасун. На сегодняшний день, с 1 июля, компания Инсити строительная подписала соглашение. С 1 числа они выходят на объект на достройку, не дожидаясь закона о компенсации. То есть, в последующем, пока все нормативные акты будут приняты, они берут на себя обязательство в ноябре-декабре завершить строительство и выйти на ввод в эксплуатацию данного объекта. Сегодня в реестре объектов незавершенного строительства числятся 40 инвестиционно-непривлекательных объектов. Инвесторам попросту невыгодно их достраивать. Но и здесь есть решение. Мерой поддержки обманутых дольщиков может стать создание государственной акционерной компании. Губернатор поручил проработать вопрос создания такой организации. Давайте исходить и опираться на собственный ресурс. А у нас только один ресурс – это государственное акционерное общество. Все. Которые и потом еще 40 проблемных домов достроят. Ну а по-другому никак, еще подчеркиваю, проблему дольщиков мы не закроем. И чем быстрее вы акционерное общество начнете в рынок впустить, и быстрее оно станет рыночными механизмами действовать, тем быстрее оно будет рыночным, потому что объектов будет много. Все, Андрей Тович, давайте поручение прямо сейчас. Вот акционерное общество через месяц должно максимально работать. В решении проблем дольщиков подключены не только краевые власти, но и представители силовых структур. Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока люди не заселятся в свои квартиры. В этом году в Краснодарском крае планируют сдать в эксплуатацию 12 проблемных домов. Ну а в целом, в соответствии с майским указом президента, на Кубани в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию более 4 миллионов квадратных метров жилья. По объемам ввода жилых помещений Кубань удерживает второе место в стране и первое в Южном федеральном округе. Сегодня основные направления в сфере жилищной политики края – это повышение доступности жилья, увеличение объема строительства квартир и выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Для решения этих вопросов в регионе реализуется программа «Жилище». Это подпрограмма краевой госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Так, по итогам программы «Жилище» в прошлом году свои жилищные условия улучшили 295 молодых семей. Поддержка многодетных семей в вопросах улучшения жилищных условий также является важным направлением политики в Краснодарском крае. Так, в этом году 900 многодетных на Кубани получат землю под строительство домов. Качество предоставляемых участков не должно вызывать вопросов, подчеркивает губернатор. Строить инженерные сети на участках муниципалитетам помогает программа софинансирования из регионального бюджета. Внемин Кондратьев потребовал обращать особое внимание на наличие необходимой вокруг территории инфраструктуры. На случай отсутствия условий для предоставления земель глава региона поручил разработать альтернативные инструменты компенсации многодетным семьям. Земельные участки сегодня должны однозначно многодетным семьям быть предоставлены. Однозначно предоставлены. Они еще должны быть с инфраструктурой. Вот в чем проблема. А у нас либо участки дают непонятно где. Не доедешь – не дойдешь до этих участков. Еще плюс – бездорожная инфраструктура и любой инфраструктуры. И возможности предоставить участков, как самих участков земли нет. Так, естественно, и инфраструктура дорогая. А может быть альтернатива будет дешевле. Давайте просто посчитаем для начала. Здесь надо посмотреть очень удумчиво ситуацию. И найти вот такой алгоритм. Я считаю, надо не одним путем идти, а несколько. И исходя из реальности, давайте посмотрим на другие способы решения этой задачи. Всего в Краснодарском крае с 2011 года муниципальными властями, многодетным семьям предоставлено более 15 тысяч земельных участков под строительство домов. Ну а в целом объемы ввода жилья на Кубани снизились более чем на 7%. Такая тенденция связана с ужесточением контроля строительства в городах в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием. Количество выданных разрешений на возведение многоэтажек уменьшилось. В крае ушли от точечной застройки, сейчас выдаются разрешения только на комплексное освоение территорий. Кроме того, на Кубани действуют ограничения, в том числе по высоте возводимых зданий и не только. Например, на курортах Черноморского побережья и в исторических центрах городов. А последним по порядку. Что касается городов-курортов. В региональный градостроительный кодекс внесены изменения. Поправки предусматривают ограничения застройки в прибрежной зоне. Инициативу о поправках в градостроительный кодекс региона на рассмотрение в законодательное собрание внес губернатор края. Вениамин Кондратьев сегодня участвовал в обсуждении изменений. О законопроекте говорили еще месяц назад в первом чтении. Тогда споры возникли о том, на каком расстоянии от моря все-таки запретить строительство. Было принято решение увеличить эту границу. Наша работа носит все более конкретный характер, прикладной характер. Законы по-настоящему становятся актами, которые работают. Коллеги, здесь безусловно я вам признателен за закон. Внесение изменений в статью 27 закона края о градостроительном кодексе Краснодарского края. Это уже перезрел вопрос. Перезрел. Мы наши курорты не узнаем. Принципиальный был подход. Что мы хотим получить? Мы хотим развивать экономику курортов как курортов. Либо экономику строительного бизнеса на курортах. Но тогда это не курорты. Мы уже говорили, тогда мы их превращаем в такие определенные спальные районы больших городов. 500 метров от уреза воды мы сегодня не можем строить жилье. Если речь идет о курортах, давайте там строить санатории, гостиницы, дома, отдыха. То, что будет кормить курорт. Ну а теперь, что касается ограничений в строительстве в исторических центрах городов региона. Как отмечают краевые власти, сегодня важно сохранить архитектурное лицо, но не задушить города в развитии. Это касается и краевой столицы. Реконструкцию исторического центра Краснодара губернатор обсудил на встречу с ведущими кубанскими архитекторами. Между современными высотками в центре Краснодара скромно затерялся особняк в стиле раннего модерна. Здание 1906 года. Его проектированием занимался Александр Косякин. В последующем архитектор Екатеринодара, ставший автором Кубанского Мариинского женского училища и городского почтанта. Этот дом он построил для своей семьи. Если заглянуть в карты навигатора, то видно, что дом архитектора Косякина специально отмечен как достопримечательность. Но если посмотреть на реальность, от исторической архитектуры остается все меньше и меньше. Дом Косякина внесен в региональный реестр историко-культурных ценностей. По закону содержать здание в порядке обязан его владелец. Но собственнику, судя по внешнему виду разрушенного особняка, не до этого. Внутри частично даже спилены перила. Учитывая, что старинный дом принадлежал известному архитектору, все это выглядит как злая шутка, заметил губернатор Кубани на встрече с современными градостроителями. Что касается краснодарской достопримечательности, то ее пытаются вырвать из рук халатного владельца. Мы впервые реализуем процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника, который не содержит объект надлежащим образом. И его действия представляют угрозу для сохранности. В частности, это дом архитектора Косякина, нашумевший объект, который у всех на слуху, которому большое внимание уделяют и жители города. И в настоящий момент в арбитражном суде находится на рассмотрении дела об изъятии этого объекта у собственника. По некоторым объектам города также нами сейчас принимается решение о запуске данной процедуры. В Краснодаре находится больше 500 объектов культурного наследия. И сохранить их – ключевая задача для облика города. Две недели назад были утверждены границы исторического центра краевой столицы. Это 113 кварталов, 4 зеленые зоны, 2 площади и Всесвятское кладбище. На этой территории запретят строительство зданий выше 21 метра. В долгих дискуссиях архитекторы, чиновники и историки пришли к мнению, что для гармоничного развития города необходимо избавляться от трущоб в центре, но сохранять исторический облик архитектурных достояний. Нам очень важно сегодня сохранить и историческое наследие, и исторический центр, но и создать новый Краснодар. Это тоже очень важно. А здесь, в главу угла, даже не наше желание остановится, финансовая возможность, экономика. Застройщики же по большинству должны тоже быть заинтересованы в том, чтобы заработать. И вот здесь должен быть тот разумный баланс, выверить его, где можно и исторический центр сохранить комфортным, таким сложившимся по высотности и любимым краснодарцами. Ну и, понятно, убрать те трущобы, которые сегодня есть. Мы же исторический центр делаем не для того, чтобы взять и законсервировать вот эти вот трущобы, а для того, чтобы и реновацию тоже начать делать. Мы должны менять трущобы на уже комфортное современное жилье. Но трущобы, но не исторические помещения, безусловно. Вот опять-таки и здесь нужен баланс. Где у нас реновация, а где у нас сохранение памятников. Как один из предложенных вариантов – сохранять историческое лицо по периметру кварталов, но развивать их территории внутри. Конечно, с учетом всех регламентов. Внутри, возможно, современная застройка, без всяких проблем. Методами ландшафтного анализа мы подходим к решению каждого квартала и связи этого квартала. Можно строить современное, но оно не должно своим обликом подавлять исторический вход. Приглашенный на встречу итальянский архитектор Пьер Моро рассказал Вениамину Кондратьеву, что когда впервые приехал в Краснодар, город произвел на него впечатление невысокой застройкой. И нынешний подход к реконструкции исторического центра с ее четкими правилами напоминает ему родную Италию. Но признается, на Кубани понимают важную вещь. Нельзя полностью законсервировать любое строительство. Мегаполис должен развиваться гармонично. Законы в Италии очень строгие. Это с одной стороны сохраняет здание, но с другой не дает возможности развиваться. Поэтому я переехал жить в Россию. Но правила, конечно, должны быть. И хорошо, что в Краснодаре это понимают. Если мы хотим видеть комфортным Краснодар, таким красивым Краснодаром, столичным городом, мы в первую очередь должны создать все-таки то, что мы явно сможем, правую базу, жесткую, конкретную правую базу. Вот тот регламент, который будет работать. Вот что мы даже сегодня создали. Я свою задачу стратегически вижу, чтобы мы все-таки вот этот каркас архитектурный создали и жестко его закрепили. Мы должны не ошибиться в этом градостроительном каркасе. В историческом центре, как пример, как новый стандарт Краснодара, мы должны быть непримиримыми и достаточно жесткими. Для этого давайте все-таки создадим вот ту самую правую базу. По итогам встречи Вениамин Кондратьев поручил подготовить документы для проведения конкурса, на котором отберут проекты для детальной планировки нескольких кварталов в историческом центре города. Ну и в продолжение темы реализации краевой программы комплексного развития в сфере строительства и архитектуры. И снова о краевой столице. В Краснодаре возле поселка Знаменский появится новый район. Там к строительству подходят комплексно. На новой территории не только построят дома, но и детские сады, школы, а также крупнейший медицинский кластер. Не забыли и о благоустройстве, и о зеленении. Около 25% территории отдадут под эти цели. Сейчас на горизонте пусто, но именно здесь быть городу. Полторы тысячи гектаров земли – непаханное поле для развития краевой столицы. Краснодар уже взял курс на расширение именно здесь, в его северо-восточной части. 980 гектаров этой территории уже переданы в муниципальную собственность. Мэрия подготовила концепцию развития территории. Здесь будут не только жилые комплексы, но и медицинский кластер, социальные объекты, собственные парки со скверами – идеальное место для комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строим. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу же с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4 Дон. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом к нам отдыхать. И они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому тем более, если уж они будут приезжать мимо Краснодара, конечно, даже сказать, ничего себе, какой этот город, Краснодар, даже как столица нашего края. Губернатору показывают, как будет формироваться новый микрорайон. Он расположится вблизи поселков Знаменский и Новознаменский. Есть еще и промышленный кластер, который мы здесь же предусмотрели. Это вот идея строительства ТЭЦ для этого микрорайона, для того, чтобы мы его полностью обеспечили теплоэлектроснабжением. Планы действительно глобальные, на десятилетия. По сути, это город в городе. Огромная территория, предварительный расчет, она должна вместить почти 200 тысяч населения. Это, по нашим планам, должна быть самая современная застройка. Не в смысле этажности. Как раз с этажностью нужно будет поосторожничать. А в смысле комфорта и комплексности. Поскольку здесь предусмотрено размещение расчетного количества школ, детских садов, поликлиник. По предварительным расчетам, на такое количество жителей необходимо построить 68 детских садов и 25 школ. Уже на совещании докладывает мэр Краснодара. Земли для этого хватает. Отдельные участки будут резервировать под социальные объекты. А четверть территории всего нового микрорайона отведут под зоны рекреации. Все проекты, концепции и планы обязательно представят на общественные слушания. 25% территории – это будет территория общего пользования, территория озеленения. То есть это те нормативы, которые утверждены у нас непосредственно по правилам землепользования и застройки. В результате развития северо-восточной части Краснодара должен получиться своеобразный городской кампус, когда внутри на одной территории находится вся необходимая для жизни инфраструктура. В пределах будущего микрорайона люди смогут и работать, и отдыхать. Это и есть новые строительные стандарты краевой столицы, которые учитывают ошибки прошлого. Здесь мы должны в целом сегодня определиться по принципам строительства, размещения объектов в новом Краснодаре. Полторы тысячи, которые в земле, еще раз подчеркиваю, это огромная территория, даже массивом не назовешь, огромная территория. Просто землей эта территория предоставляться не будет никому. То есть конкретно заданные параметры, архитектурные формы, то, что мы хотим, чтобы было построено в этом новом городе. А не так, что землю раздали, а потом кто на что горастет. Все, так больше не будет. Для этого мы с вами сегодня здесь есть, чтобы задать те градостроительные нормы, градостроительные правила, архитектурные формы, концепция, которая будет реализована уже застройщиками. Но это будет наша концепция. Это концепция, которую одобрят жители Краснодара. Мы должны передавать заданными уже параметрами, которые должны быть неукоснительными для выполнения. Неважно, кто это будет, ведомственные министерства, либо застройщики. Обшая стилистика должна быть одна. Давайте покажем, что мы можем сегодняшний новый Краснодар сделать таким величеством. Одним из самых масштабных проектов по освоению территории станет медицинский кластер. На участке в 58 гектаров, а это примерно 80 футбольных полей, расположится сразу несколько современнейших лечебных учреждений. Не исключено, что рядом с ними построят и жилье для врачей, которые станут там работать. Глобальная перестройка ждет и транспортную систему. Такой огромный микрорайон с медицинским кластером обязан справляться с автомобильным трафиком. Уже разработана концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского с выходом на трассу М4 Дон. Вениамин Кондратьев попросил обязательно учитывать в проекте развитие города в долгосрочной перспективе. Вы говорили про транспортную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, в целом, как вы его назвали, транспортный каркас нового города. Давайте его делать с запасом прочности. С запасом прочности, потому что я думаю, что если он будет комфортным микрорайоном, он будет максимально пользоваться популярностью. И дальше он будет расширяться уже, еще раз подчеркну, много там рядом земельных массивов. Поэтому, чтобы наш проспект и через 50 лет не образовал одну большую пробку для тех, кто хочет по нему проехать. То есть он запас прочности, мы даже сразу закладываем на лет 50 вперед. С учетом того, что, конечно, город будет разрастаться, расти, и это естественный процесс, мегаполис. Сегодня из 8 объектов по 6 уже ведется проектирование. К октябре месяца текущего года мы закончим проектирование. Я думаю, что до конца года получим положительное заключение экспертизы. По двум оставшимся, я думаю, что в конце года мы уже приступим к проектированию. Создание всего транспортного коридора вместе со строительством планируем завершить к 2025 году. В проект развития новой территории Краснодара попадут и два поселка, которые находятся неподалеку. Несмотря на то, что там уже есть сформировавшаяся застройка, единая концепция будет учитывать в том числе новую инфраструктуру. Посмотрите, они почти рядом. Новознаменский, Знаменский с новым нашим городом. Поэтому давайте в концепции общий рассматривать, в том числе и эти районы. Сегодня нужно попытаться все-таки интегрировать и Знаменский, и Новознаменский уже в новый город. Потому что там тоже должны появиться детские сады и школы. Мы об этом говорили. Объекты социально-культурного назначения. Ну и, конечно, тротуары с дорогами, нормальными дорогами. Поэтому давайте сразу изначально это смотреть как общую концепцию. И транспортная логистика должна быть общей, и инфраструктурная логистика должна быть общей. Такое масштабное территориальное развитие Краснодара, пожалуй, можно сравнить с концом 80-х годов прошлого века, когда начинал застраиваться юбилейный микрорайон города. Сейчас во главе угла стоит гармоничное и грамотное общественное пространство. Ведь комфорт жителей – основная цель городской среды обитания. Ну и сейчас еще немного цифр и итогов реализации краевой программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры». В прошлом году в Краснодаре построили один детский сад на 170 мест и две школы. Также в рамках этой же программы в Сочи и Новороссийске построили две школы по 1500 мест каждая. А еще продолжается строительство семи школ – это Краснодар и Славянский район и двух детских садов общей вместимостью 530 мест в Краснодаре. Строительство социальных объектов – это как раз-таки комплексное развитие городов и районов Краснодарского края, а также это отказ от точечной застройки, которая предусматривает строительство отдельных новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне. Разрешение на такое, ведь строительство в регионе не выдают. А те дома и микрорайоны, которые построены по этому принципу, чаще всего оказываются самостроями. В Краснодаре один из таких проблемных районов называется «Музыкальный». Несмотря на то, что этот микрорайон по сути один большой самострой, его ждет большая реконструкция. Губернатор поручил разработать комплексную программу по благоустройству музыкального. Хаос, который творился здесь застройкой несколько лет, моментально не исправишь. Но сделать жизнь людей комфортнее – это задача власти, считает губернатор. Смотрим сюжет о визите Вениамина Кондратьева в самое проблемное место краевой столицы. На окраине Краснодара будто сама реклама предлагает переехать в другое место. Музыкальный микрорайон в народе уже давно прозвали гетто. По сути, эта территория – один большой самострой. Здесь нет нормальных дорог, перебои с водоснабжением и отоплением, а до соседних домов буквально рукой подать. Расстояние от стен всего в несколько метров. Первые многоэтажки с нарушениями появились в 2005 году. На данный момент тут 300 домов. Губернатор края пообщался с местными жителями. Сегодня Вениамин Кондратьев приехал в музыкальный микрорайон, проблему которого решать нужно кардинально. Лабиринт какой-то. Вот сейчас если сюда человека высадить, то он отсюда выхода не найдет. Потому что здесь не расстояние между домами, здесь какие-то проходы, просто проходы. Притом, какая тут придомовая территория. Даже если мы захотим двор сделать комфортным, мы ничего не сделаем, потому что двор не найдем. И двор здесь, к сожалению, уже сделать будет невозможно. Поэтому в любом случае нужно компенсировать чем-то другим. Здесь должны появиться тогда общественные пространства, которые принадлежат, допустим, 3-5 домам. Вот любые места, которые сегодня позволяют нам сделать сквер, скверик, маленькое даже что-то такое, озеленение надо делать. Потому что еще раз подчеркиваю, что придворовую территорию здесь сделать невозможно. Все, коллеги, закостенело. Я не могу понять, как это построилось в целом. Но еще раз хочу сказать, что я понимаю людей, но нашего понимания им мало. Им нужно, чтобы власть хоть что-то сделала, чтобы жизнь здесь стала комфортной. Коллеги, поэтому я думаю, что мы все равно попытку эту сделаем. И попытка должна увеличаться результатом. По-другому, по-другому. По-другому мы не власть. Лужи стали символом музыкального микрорайона. Вода стоит сейчас даже в подвалах многоэтажек. При том, что в последние дни здесь не было сильного дождя. В этом доме живут люди, живут дети. Вода, вода. Фундамент в воде. Дом в воде. Сегодня нужны огромные деньги. И сегодня в любом случае мы переспредим бюджет в части того, чтобы поддержать сегодня мэра Краснодара. Потому что здесь нужна программа. Программа и серьезные деньги в первую очередь на Ливнев. Новая ливневая канализация – это основа дальнейшего благоустройства микрорайона. Без нее здесь просто все уйдет под воду. И будет бессмысленно делать дороги или разбивать зеленые зоны. Уже завершается строительство магистральной ливневой системы по двум улицам – Московской и Петра Метальникова. В помощь коллектору оборудуют самую мощную в Краснодаре насосную станцию. По сути, для музыкального микрорайона заново закладывают всю необходимую инфраструктуру, которая обязана была появиться еще лет 10 назад, в начале проектирования территории. Люди здесь должны жить, а не выживать, обратил внимание мэра Вениамин Кондратьев. Павильончики, которые построены здесь, да, они, они, может быть, красивые, но они никак не отвечают транспортной логистике, которая будет способствовать комфортному проезду, въезду и выезду жителями микрорайона из своих домов. Никак не будут способствовать, потому что они стоят посредине улицы. Улица, которая могла стать более-менее, еще раз подчеркиваю, центральная улица. Надо наложить арест на всю землю, на всю землю, в судебном порядке, до тех пор, пока мы, на самом деле, не придем к полному пониманию транспортной логистики музыкального микрорайона. На данный момент в музыкальном микрорайоне, по неофициальным данным, живут примерно 50 тысяч человек. И продление трамвайной линии сюда – логичное продолжение проекта транспортной доступности территории. По улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова проложат новые пути протяженностью 2,5 километра. Глобальное переустройство такой огромной территории обсуждали уже отдельно на совещании. Музыкальный микрорайон наглядно показывает болевые точки Краснодара и то, к чему может привести халатное отношение чиновников и застройщиков. Самое главное, коллеги, для всех касается, мы просто подобных микрорайонов не должны допустить. Сделайте правила землопользования застройки на все свободные территории, прилегающие к городу Краснодару. У нас вокруг Краснодара нет ни одного участка, ни массива, а участка муниципальной земли. Не краевой государственный, вся у кого-то. Поэтому правила землопользования застройки – это задача, которая должна решена быть в течение этого года. Отдельная история и с социальными объектами в музыкальном. Там нет ни одной школы и детского сада. Как, впрочем, нет и земли под них. Строить приходится в соседних микрорайонах. Учитывая все это, Вениамин Кондратьев принял сегодня решение поддержать из краевого бюджета реконструкцию музыкального микрорайона. Тут у меня в тексте написано, что при застройке не соблюдались нормы планировки, коммуникации, прокладки сетей. Коллеги, мне кажется, это настолько преувеличение. Не то, что не соблюдались. Их вообще там не было. И никакой планировки там не было. Потому что, если бы была там планировка, если бы была схема застройки, то, наверное, бы такого бардака мы сегодня там не увидели. Не было, еще раз подчеркиваю. Не соблюдались, а не было. Просто не было. Эта территория была отдана на откуп застройщиков. Поэтому программа должна быть. Финансовая поддержка этой программы будет. Но программа будет городская по реконструкции музыкального микрорайона с поддержкой из краевого бюджета, безусловно. И это будет правильно. И вот в этой программе нужно заложить все мероприятия с пониманием временным, как я уже сказал. Но те мероприятия, которые приведут к устранению всех проблем, о которых мы сегодня говорили. Проблем в музыкальном микрорайоне. Пусть она будет на пять лет, если это же необходимо. Но не больше. Программа будет включать поэтапное благоустройство музыкального микрорайона. Все работы и сроки в ней должны быть понятны, прозрачны и доступны общественности, чтобы люди тоже смогли контролировать масштабную реконструкцию. В Краснодаре микрорайон музыкальный находится далеко от исторического центра. А вот в Сочи целый ряд самостроев вырос в Эмеретинской низменности. Распоряжением властей эта территория названа особо ценной. И строить здесь можно только частные дома высотой не более трех этажей. Но застройщики возвели в Эмеретинской долине многоэтажные, многоквартирные дома. Всего в Сочи в этом году планируют снести 54 самостроя. Это жесткая позиция властей всех уровней. Демонтаж незаконных домов уже начали. Смотрим репортаж с улиц Хуторская и Нижне-Эмеретинская. Частная трехэтажка по документам жизни выглядит как многоквартирный дворец. Получив разрешение на строительство индивидуального жилья на одну семью, застройщик значительно превысил параметры, за что и поплатился. Апеллиационным определением в августе 2018 года данный объект признан самовольным, подлежащим сносу. Однако застройщик не исполнял добровольное решение суда, в связи с чем суд дал право администрации города привлечь к сносу специализированную организацию. Нарушения были выявлены при возведении четвертого этажа. Администрация города сразу же подала в суд, но тем не менее, пока шли разбирательства, застройщик продолжал возводить лишние этажи. В итоге было принято решение о сносе. Сегодня дом на улице Хуторской начали разбирать. По словам местных жителей, такая мера вполне оправдана. Такие высокие дома здесь не выдерживает канализация, потому что здесь низменность и здесь болото. Здесь кое-где даже проваливаются дома. Так что это бесполезно, что они строят. Надо разрешать просто трехэтажные этажи. Все, больше выше нельзя. Дома на Нижнемеретинской улице ждет такая же судьба. Здесь расположены два недостроенных многоквартирника площки почти в 4000 квадратных метров. Застройщик также получал разрешение на строительство частного дома высотой в три этажа и площадью в 765 квадратов. Постановление о сносе вступило в силу еще в октябре. Однако хозяин постройки не захотел самостоятельно ее ликвидировать. Затем право на снос перешло к администрации города. Чем руководствуются застройщики в такой ситуации, непонятно. Одни рассчитывают на русскую авось, другие надеются на постоянное судебное обжалование. Так или иначе, закон есть закон. И с 2014 года эмеретинская низменность признана особо ценной зоной на федеральном уровне. Максимум здесь разрешено возводить трехэтажные дома на одну семью высотой не более 12 метров. В настоящее время по городу Сочи уже ведется три сноса самовольных строений за счет специализированных организаций. Кроме того, один объект самовольного строительства сносится непосредственно застройщикам. В настоящее время еще несколько объектов готовятся к сносу. В ближайшие несколько недель также будут начаты работы по осуществлению фактического сноса данных объектов. В ходе съемки выяснился интересный факт. Оказывается, крыша домов на Нижней Меретинской скрывает под собой целый ряд квартир. Здесь и входные двери, и пластиковые окна. О необычном дизайнерском решении спросили представителя застройщика. Ну, я не вижу там окон. Если зайти изнутри, то вы их увидите. Это все зафиксировано на камерах. Ну, я так полагаю, что это просто чердак. По официальным данным, проданных квартир в домах, подлежащих сносу, в реестре недвижимости не числится. Тем не менее, власти города призывают жителей и гостей курорта быть внимательными при выборе застройщика. Список объектов, которые уже точно пойдут на демонтаж, размещен на сайте администрации города. Кстати, Сочи получил субсидии из края на снос самовольных строений. Город получит из регионального бюджета 100 миллионов рублей. За счет этих средств управление капитального строительства курорта будет демонтировать самоволки, которые не спешат сносить сами застройщики, а после взыскивать потраченные средства с горе строителей. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова